Да, пошло. Добрый вечер уже можно всем сказать? Добрый вечер. Да, сегодняшнюю беседу мы решили начать со строфы, которую я буквально, по-моему, третьего или четвертого дня сочинил. И речь пойдет об изучении санскрита, о новоначальных, о студентах, которые вот еще где-то находятся примерно в начале своего пути и об их типичных страхах. Да, чего же бояться студенты, начинающие изучать санскрит? КАВЬЯМ САНСКРИТА ПАТХИНО БХАЯКАРАМ КИНКАНАНАМ ГАХВАРАМ ГАМБИРИЯТГАВИБХИРУ КОРТХАПАРАТАМ ДАРШИПАРАЯМ САНТ НАСАХ ВАГЖАЛЕЙЖАЛАДХАУ САМАСАМАКАРАМ ВАЧАМ НИРИКШЯХИТАМ КОМАН РАКСЯТИ РАКСЯСАЛДБХАЯПАРАСТАЧИНТАЯНДХАВАТИ Санскритская высокая поэзия вызывает ужас у студента, изучающего санскрит, будучи для него проклятым непроходимым лесом. Трепещущий от страха перед глубинами санскрита, он не видит в этом превосходнейшем из языков так же и превосходства сокрытых в нем смыслов. Узрев, например, живущего в океане словес опасного левиафана, сложного слова-композита, попавшегося в его словесные сети, охваченный ужасом, он думает так, ах, кто же защитит меня от этого страшного демона и спасается бегством. Ну, как у нас говорится, вот в этом смысле тогда можем открывать нашу беседу, открыть нашу беседу. Да, чего же боятся студенты? Боятся ли они кунстдиктунг или самас? Чего они боятся-то? Да, ну, для того, чтобы поговорить о том, чего именно боятся студенты, надо, наверное, имеет смысл начать разговора о том, ну, а как именно и по каким именно пособиям студенты занимаются, ну, по крайней мере, вот у нас в Центральной Европе, ну, и сужая, конечно, в Венском университете, потому что в каждом университете немножко все это по-разному, а в Вене я имел возможность в качестве наблюдателя, в качестве участника, так сказать, обучаемого, потом в качестве наблюдателя, а также потом уже в качестве преподавателя имел возможность в этом процессе, в разных, так сказать, ипостасях, в разных муртая, наанамуртышу, в разных мурти в этом процессе участвовать. Ну вот, и мы в одном из прошлых, в одной из прошлых наших беседок, ой, я прошу прощения, я все-таки эту лампу выключу, потому что подсвечивает мой монитор, который только сейчас пока ничего не дает. Ну вот, говорили о том, как лично я начинал в середине 90-х, да, в 95-м году, как мы изучали, вот я, ну, еще, наверное, об этом я немножко уже говорил, и все-таки я еще раз покажу в таком ужасном виде, он такой у меня разодранный, этот, нет. Хонда у нас уже легендарный. Хонда, да, по сути дела, это такая кратенькая справочная грамматика, ну, вроде бы, как даже и учебник, потому что каждый из уроков снабжен вот такими вот упражнениями, которые нам нужно было, конечно, тогда каждый раз готовить, и в конце есть даже, есть даже нечто вроде хрестоматии, по-моему, там, которая начинается, понятное дело, с Налы, из Виталы и Панчатантры, но мы, я насколько помню, мы до хрестоматии толком не дошли, то есть вот мы успели за семестр, шесть часов в неделю, да, мы занимались, то есть три дня у нас было по два академических часа, у нас, вот, ну, в Венском университете так вот принято считать часы в неделю, да, там не общее количество часов, а, так сказать, вес, да, гуру твам курса. То есть шесть часов в неделю означает сколько часов в домашке? Это, нет, это значит часы, значит, шесть часов в неделю мы занимаемся в течение семестров, называется семестр в окон. Я понимаю, да, сколько, вот чтобы вот эти шесть часов в неделю состоялись, сколько часов в домашке фоново идет? А, об этом надо будет поговорить. Тогда, вот, в девяностые годы, как сказать, это было полностью домашняя работа, ну, и сколько ты, так сказать, инвестируешь в эту работу, сам было предоставлено самим студентам. Уже, когда перешли на баллонскую систему и так называемые ЭЦТС-пункты, которых я до сих пор до конца не понимаю, но вот там это, там предполагается сколько часов, там вот количество этих ЭЦТС-пунктов, как присвоено предполагается, что столько-то часов аудиторных и столько-то гораздо больше часов, уходящих на самостоятельную работу, домашнюю, самоподготовку и так далее. Есть такое, вот, по крайней мере, у нас такое типичное, ну, понятие «фоберайтум», это подготовка непосредственно домашних заданий и «нахберайтум», то есть повторение тоже самостоятельное, но повторение пройденного дома, да, «нахберайтум». Вот. Ну, и предполагается, что вот столько-то должно, но в 90-е это было как-то конкретно нерегламентировано, то есть объем курса был вот определен 6 часов в неделю, то есть 3 раза в неделю вот у нас был санскрит, и за семестр мы так как-то очень быстренько-быстренько его прошли, но, надо сказать, вот при таком, в таком темпе вальса у меня тогда, конечно, от грамматики был скорее больше тумана, нежели ясности, да. Да, и вот преподавал нам тогда, преподавал доцент Мескита, Мескита, это ученик профессора Обергаммера, так сказать, его ученик, он был у нас доцентом. Я помню, что вы не очень отзывались о его педагогических, так сказать, талантах, но это не имеет на самом деле значения. Он был, в общем-то, был такой очень неплохой человек, он умер, к сожалению, уже, вот, я не помню, 4, наверное, лет 5 уже как умер. Вот, просто у меня с ним такие были какие-то странные взаимоотношения, он у меня все время неоднократно отговаривал. Отговаривал. Зачем, ну как, зачем вам еще этот санскрит нужен, если вы занимаетесь там теологией? Это вот два, как бы, два разных подхода, да, то есть или попытаться... А первым был тем, который... Или попытаться зажечь, или попытаться отговорить, то есть на самом деле неизвестно, что лучше, потому что кого-то может лучше и отговорить. Да, но как-то на меня эти отговорки тогда не действовали, то есть у меня была... Моя мотивация достаточно сильная, кстати, о мотивациях, о разных мотивациях и об их изменении в процессе тоже можно будет или сейчас там, или в какой-нибудь другой раз поговорить. Ну, во всяком случае, вот такой подход. Особенность преподавания Рока Мескита была в том, что... И потом уже, когда я у него... Я семинар, что-то по шанкаре мы читали, что-то такое вот шанкара, потом и Мандана Мишра, вот какие-то такие семинары, потом упражнения были такие. И я помню, что вот он был из тех преподавателей, которые считали, что перевод бывает только один, единственный правильный, это перевод преподавателя. А все остальные, это значит, вот если они в той... Разная степень деградации. Отклоняются от перевода преподавателя, значит, они вот в чем-то вот неправильные. И я, конечно, я много лет с этим, как сказать, медитировал, да, над этим подходом, но я думаю, что я его сейчас все-таки в последние годы как-то окончательно изжил, и я всем своим ученикам говорю, вот мы проговариваем, да, у меня как-то выкристаллизовались этапы, этапы работы с текстом, я об этом частично говорил во вчерашней нашей беседе на санскриториуме. Сейчас я вернусь, да, так сказать, к теме учебников. Но вот мы вначале, да, определяем структуру конкретного предложения, высказывания, да, синтаксическую, семантическую структуру, и проанализировав, мы начинаем переводить, мы проговариваем переводы. Вот это вот разные варианты этих вот проговариваемых, многократно проговариваемых переводов, которые начинаются с самых таких дословных, и которые некто из числа московских коллег называет филологическим переводом, да, я против этого яростного стал, конечно, это не филологический перевод, я его называю дословным, вспомогательным переводом. Они обычно, как правило, неуклюжие, естественно, потому что они передают, вот, ну, они вот так совсем по попе там следуют за структурой санскритского предложения. Но вот после того, как мы так дословно, возможно, более дословно близко к тексту перевели, дальше мы пытаемся формулировать уже хороший литературный перевод на языке, на том, на который мы переводим, на русском, на немецком, на английском, на каком угодно, да. Да, и вот это вот несколько таких этапов. Но об этом можно будет подробно поговорить, может быть, еще более подробно в другой раз, а снова вернувшись к учебнику, ну, вот у Маскита был такой подход, да, и в этом смысле мне кажется, что, ну, я, я, в общем, мы друг к другу хорошо относились, но вот, как мне кажется, как преподаватель он больше все-таки слушал себя, нежели студентов, и в этом смысле он был, может быть, не самый одаренный, именно как преподаватель. Ну, в смысле монологичного типа. Скорее, да, 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 он поправлял, да, вот, ну, вот это был, да, Маскита, он преподавал, так сказать, до ухода на пенсию, потом, когда ушел на пенсию профессор Оберхаммер в 99-м году, и институт переехал из здания в Вене, вот это совсем за главным зданием, такое новое, ужасное такое здание, современная коробка, это, он называется по-немецки новое здание институтов, но институт это примерно то же самое, что кафедра, только побольше, да, это институт у нас, это самостоятельная административно-тематическая единица, которая в составе, входит состав факультета, да, вот, и вот, не помню уж на каком, на четвертом или на пятом этаже находилась этот совсем-совсем какой-то небольшой закуток этого эндологического института, в 99-м его опять произошло слияние с институтом тибетологии, которому предстоял тогда академик наш всемирно знаменитый Энст Штенкельна, и уже с 99-го, да, собственно, переезжать начали в 99-м году, в 2000-м уже все, весь учебный процесс, а может быть и в 99-м, вот, не помню, в 2000-м точно уже весь учебный процесс шел в новом институте, это вот на кампусе, который, ну, собственно, тоже совсем недалеко от центра, университетский кампус нынешний, который, в котором до того находился, это называется Альтес АКХ, то есть здание, в зданиях старых больничных корпусов центральной Венской больницы, которая к тому времени уже, ну, довольно давно как переехала в другое здание, вот такая вот рокировка у нас произошла, и институт, он стал по, так сказать, по своим, чисто, по своим пространственным характеристикам, можно сказать, огромный, да, для сравнительного небольшого такого института, то есть вот он занимает там между первым и вторым двором практически всю перемычку с одной стороны институт Южной Азии, да, из института индологии и древней иронистики его переименовали в институт Южной Азии, и добавив туда институт тибетологии и буддологии Южной Азии, тибетских и буддистских исследований, институт Южной Азии, тибет и буддизм кунде, вот, в начале библиотеки, в начале двухтысячных библиотеки располагались, ну вот, библиотека индологическая, института индологии располагалась с одной стороны, где сейчас находится, вот если туда идти, смотрите, если вдруг кто-то в Вене был или будет, то на левой стороне, на правой стороне была библиотека тибетологии, и она, институт, библиотека индологии, она была очень доступна, то есть туда мог любой человек, практически даже с улицы, да, только повесив, там, оставив в гардеробе одежду, зайти и пользоваться, а с тибетологией была тогда страшная напряженка, потому что там нужно было как-то, а, там только надо было искать по каталогу книги, ну, вот в самом начале двухтысячных, и там тебе тогда библиотека, я не помню, женщина тогда была, куда-то она потом, не знаю, что с ней потом было, сотрудница, что с ней сталось, и вот, и выносили, да, только-только по предзаказу, это было страшно неудобно, помню, ну, то есть там только могли научные сотрудники заходить, а студенты не могли, и потом, через несколько лет ситуация изменилась, эти две библиотеки объединили в одну, ну, собственно, где она и есть, у меня, кстати, есть такая видеопрогулка, может быть, года из 2009 или 2010, я помню, на ютубе, так что на моем канале, ну, вот довольно-давно. Ну, то есть видно, конечно, там сокровище, весь 19 век представлен, в частности, в таком виде, как нам и не снилось. Да, 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 и она считается, библиотека самая вообще крупная в Европе, насколько я знаю, в том, что касается периодики эндологической, самая, говоря, так скажем, крутая, да, самая крутая, да, и, конечно, она замечательная, да, библиотека у нас замечательная. Но в первую очередь нас интересуют учебники. Итак, кроме хонды... Об этом, это, так сказать, вот был бэкграунд, да, а учебники, когда институт переехал, ну, у меня тогда началась вторая эндологическая жизнь, я закончил, помимо, то есть по эндологии я тогда в конце 90-х, то есть вот я учился санскейту, тибетскому языку, разговорному, письменному, что-то читал, участвовал в упражнениях, но у меня в мыслях тогда не было, что я это когда-либо закончу. Это направление учебы, потому что я тогда закончил вот факультет теологии, да, и по религиоведению, ну, умудрился по, вроде бы, как даже почти что по Абинавагубте, по кашмирскому шиваизму написать дипломную работу, ну, санскрит, скажем так, зная еще довольно-таки на зачаточном уровне, ну, мне тогда казалось, что я знаю достаточно, чтобы, имея пересказ английский Джай Дэви Синке и санскритский текст как-то вот сравнивать, и мне казалось, что я текст понимаю. Сейчас я, конечно, понимаю, что это было такая вот мога, самоганом, самудачейтага, я был, да, так сказать, с омраченным сознанием, не очень понимая, да, что значит знание языка, да, потому что знание языка это вот то состояние, когда ты берешь незнакомый от тебя текст, ну, в общем, и читаешь и понимаешь, что там, да, о чем там, без, не имея там каких-либо переводов или пересказов, да, но это я понял значительно позже. Ну вот, и переехав в новую, да, вот после того, как я закончил вот один факультет, я решил все-таки про, ну, у меня так сложились обстоятельства жизни, что вот была возможность заняться уже с полной силой на новом уровне именно эндологией, в частности, изучением санскрита, и, конечно, я очень тоже много времени тибетским языкам, ну, в смысле, письменному и разговорному уделял, это как бы это имеется, ну, вот это все шло параллельно к санскритским студиям, да, хотя у нас, вот, конкретно изучение тибетского языка не является темой, но в венской традиции, примерно, ну, как может быть в Петербурге, да, тибетский язык изучали всегда в совокупности с монгольским, а у нас санскрит обычно вот изучался, ну, не знаю, наверное, 70-х годов так повелось, когда еще верховодил великий ад и гуру Эрих Фрау Вайнер, да, что, в общем-то, предполагалось, что, если ты занимаешься буддизмом, ты должен знать и санскрит, и тибетский, ну, как минимум, да, а то и, может быть, там, ну, Пали, у нас палийских, как таковых, студий не было, монгольский немножко в 90-е годы преподавал такой профессор бисхоп из, или бисхоп его называли, я уж сейчас толком не помню, он был немцем или все-таки, или бисхоп, он был бисхоп или бисхоп, то есть, или голландцем, или немцем, такой добродушный дяденька, но у меня руки до монгольского так и не дошли, он уже был на пенсии, преподавал это, так сказать, хонорис кауза, то есть, даже без оплаты, ну, кто-то какие-то вот ребята к нему ходили, ну, вот, и вот в начале 2000-х, когда я уже в 2000-м, нет, в 2001-м, зимним семестром, да, решил, так сказать, вот снова дать газу, как это у нас, вот у нас преподавали тогда вот по этому учебнику, да, я тогда повторил весь вводный курс по учебнику у Голдмана, у Голдмана, да, дева вани правейший ка, да, правейший ка, да, введение, можно сказать, в дева вани, да, в язык богов, введение в санскритскую речь, да, и я, у кого, я тогда, у кого я учился, а, у Маркуса Шмыкера, наверное, Марку Шмыкер, который был тоже, ну, вернее, он является, да, одним из учеников тоже Оберхамера, но он ненамного меня старше, и потом я еще, потом, то есть я этот курс по Голдману, я его три раза повторил, у разных, у трех разных преподавателей, то есть это было, и сколько же, я четыре вводных курса, четыре вводных курса, и сколько же времени потребовалось на один, тогда, тогда вводный курс, вот эту книжку за год мы проходили, за год при шести часах, или за год, при каком количестве часов, неделю, да, дай бог памяти, при каком же количестве, четыре или шесть, четыре или шесть, понятно, четыре или шесть, я сейчас не могу вспомнить, или первые, нет, наверное, четыре все-таки часа, четыре часа, в первый семестр, и четыре, значит, то есть два занятия, то есть, в смысле, готовишься шесть часов, отвечаешь два часа, нет, готовишься ты, сколько готовишься, ну, а сколько, ну, это же невозможно забыть, сколько ты готовился, я тогда, я тогда вот так, и об этом, мне об этом трудно судить, почему, потому что я ходил на так, на такое огромное количество курсов параллельно, поэтому я скорее так, как это было, кажется, у Войновича в его, это вот Москва 2000, что там, сорок, я понял, там, как у советского писателя, у одних был девиз, писать меньше да лучше, а у других, наоборот, больше, но хуже, поэтому я скорее следовал вот этому, выбрал вторую возможность, то есть я посещал до 30 часов в общем, в неделю, у меня загруженность была разных курсов, на тибетологии, на эндологии, ну, и, конечно, у меня особо, вот столько, много уж времени на подготовку не было, не оставалось много времени на домашку, в принципе, потому что брали количеством. Количеством и протяженностью, потому что у меня весь процесс обучения, пока я не получил, таки, наконец, не соизволил получить степень магистра, и я был, мне был вынужден, уже вот ввели степень бакалавра, то есть все, я немножко не успел в старый куррикулум, когда перевели на баллонскую систему, и вот мне нужно было... В общем, такой вечный студент. Ну да, 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 я потому что как-то вот, ну, у меня были немножко все время какие-то другие планы, я их не связывал, именно с занятием эндологией или тибетологией, мне это просто страшно все нравилось, и для меня это было скорее вот некое духовное приключение, нежели конкретная какая-то профориентация, да. Потом уже профориентация, вот оно вот, оно уже, после того, как я закончил, таки, да, закончил я, таки, получил диплом в 14-м году, да, тогда я понял, что, вот мне ничего другого не остается, да, сниматься этим, все-таки профессионально. Итак, а что дает 4, что дает первый раз, что дает второй раз, что дает четвертый раз Голдмана, чем он хорош? Голдман, да, значит, учебник Голдмана, он, конечно, я вот сейчас смотрю на него, он, конечно, хорош, с одной стороны, но с другой стороны, вот у него есть такая особенность, там грамматическая терминология, в нем дается исключительно санскритская традиционная, там все эти льабанты, льабанта, ктанта, лут, лут, то есть не сразу понятно, как они соотносятся с европейской? Ну, никак не соотносятся, вернее, нет, тут есть глоссарий, да, то есть, что это значит, но он везде объясняет, используя вот эти вот санскритские термины, ну, наверное, да, мы, конечно, к тому времени уже что-то о Пане не слышали, но, как бы, о таком концентрированном терминологическом безобразии, нельзя подготовиться к нему. Это было, нет, это был какой-то, вот, как у нас, по-немецки говорится, фахкинезис, да, такой профессиональный китайский язык, как бы, для них китаистов, ну, то есть, по-русски я бы сказал, такой воляпюк, совершенно непонятно, воляпюк, да, язык, да, по-моему, в начале его, или в конце 19-го, или в начале 20-го века придумали, какой-то вот такой нелепый язык, которым вообще непонятно, как устроен, да, то есть, это вроде бы и санскрит, но с другой стороны, ну, и не санскрит, а какой-то, какой-то особый язык, ну, вот, нам предполагалось это заучивать, тогда, и тогда я помню, что вот студентам я, как-то вот, ругался, да, мы все там собирались, и начинали чистить, и учебники наших преподавателей, которые требуют, вот, такой, ну, какой-то вот непонятной вещи, я, конечно, я вот, собственно говоря, вот своей нынешней такой, ну, вот, нынешней, там, в этом году, в прошлом году, моя преподавательская практика, она исключительно частного порядка, я преподавал несколько лет и в качестве лектора в Вене, сейчас это исключительно частные, да, какие-то частные уроки, долговременные отношения, да, с учениками, с некоторыми очень долговременные, и, конечно, я исхожу, вот, может быть, из всех своих травм, которых я получил в процессе долгого обучения, я исхожу, уже их переработав, я, так сказать, действую, как говорил Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, агире-контра, да, вот, если тебя тянет в правую сторону, ты немножко, ты влево, наоборот, стараешься, или, наоборот, если влево, то... В общем, это работа с психотравмами. Да-да, это немножечко, ну, может быть, не с психотравмой, на основании проработанных психотравм. Я понял, что, конечно, учеников нужно, учеников, в смысле, студентов, да, с их я, да, их нужно подбадривать, потому что у меня самого, вот, за очень долгий процесс занятия языком, но это же не только занятие языком, я все-таки, ну, я себя воспринимаю, как, ну, историк, да, религии, религиозных и философских традиций, так написано в моем дипломе, ну, в общем-то, по методам работы, да, филологом и культурологом, нежели лингвистом, да, вот, коллега, мой уважаемый учитель, к сожалению, уже два года почти, что как, ушедший, это Хлодвиг Верба, он был как раз, скорее, у него нет, у него, да, он во многом был лингвистом, но он, конечно, себя считал, нет, он все равно себя, я так вспоминаю, все-таки филологом, но вот он был учеником, наверное, лучшим учеником академика Майерхофера, да, с которым он меня в свое время познакомил, ну, вот, ну, во всяком случае, вот мы этим, по Голдмену мы занимались, я занимался вот с Марку, Марку Шмюкер, потом была Марион Растелли, она была очень строгая, там я, с Маркусом я получил оценку отлично, повторив курс с Марион, я получил оценку, ну, такой троечка, да, ну, троечка, у нас есть, кроме троечки, еще и genügend, оценка достаточно, да, 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 то есть, вот, по русским меркам, наверное, троечка, это, это, это у нас называется четверка, пятерка у нас, это nicht genügend, не, у нас счет идет наоборот, и, конечно, так вот первые годы приходилось к этому так привыкать, да, единица, это отлично, да, два, два балла, там, цвая, это, это хорошо, ну, три балла это удовлетворительно, befriedigend, вот, а четыре это genügend, то есть, четыре ты еще, четверка ты genügend, достаточно ты еще проходишь, это положительно, она, конечно, не очень хорошая, но положительная, вот, а уже, когда пятерка, когда неуд, нужно курс пересдавать, да, да, ну, там я помню, что там я едва хорошо не получил, ну, какая-то одна ошибка, там формализовано было, экзамен, письменный экзамен, там столько-то там ошибок, там на... Письменный экзамен по мотивам Голдмана или совершенно отдельно? Он, у нас письменный экзамен был и по мотивам Хонды, по мотивам Хонды, по мотивам Хонды, я помню, что я к нему, я почему еще все эти вводные курсы решил повторить, пока не получу самых лучших оценок, потому что тогда, ну, у меня как-то вот не было времени, да, я учился полный курс на факультете, теологии, полный курс тибетских языков и вот санскриты, да, и поэтому я так, ну, ну, просто пойду и сдам, и мне попалось ровно то последнее упражнение, которое я не подготовил, поэтому я тогда вот эту несчастную нашу четверочку, достаточно тогда получил, конечно, мне это не понравилось, я так расстроился, думаю, ладно, ну, надо будет пересдавать. И так пошло по третьему разу? Нет, ну, вот, собственно, во второму разу, когда я только вот в самом начале двухтысячных, я сдал, это было тогда, я, по-моему, я отлично получил, вот я, отлично и хорошо, отлично, наверное, вот, вот, а потом, ну, я просто еще чувствовал, что я еще недостаточно хорошо, вот, в системе. А вот есть смысл, если вот хорошо, с наставником понятно, а самому тот же учебник, есть смысл повторно проходить? Я, я никоим образом не могу являться, так сказать, образцом для подражания, потому что у меня была какая-то совершенно особая ситуация, да, как ты сказал, вечный студент, вот, я мог себе позволить, вот такую роскошь, заниматься этим, как совершенно неопределенно, без определенных видов на будущее, без конкретных... есть смысл повторять того же, не знаю, Бюллера по второму разу? Ну, есть, я думаю, я думаю, что вот если есть время, возможность, то смысл повторять всегда есть. Я сам очень часто возвращаюсь, ну, скорее, что значит, я, конечно, Дэйва Вани, я даже одному человеку одно время преподавал по, по Голдману, да, «An introduction to the Sanskrit language», да, введение в санскрит, и я вот как-то смотрю, ну, у каждого же, у каждого из авторов, в общем-то, одни и те же явления, они как-то немножко по-своему освещены. Идите свои упражнения, пробуя свои силы заново. Я думаю, есть смысл, или есть смысл такой вот, можно это так модифицировать и уточнить, есть смысл пройти разные учебники, проработать разные учебники. Если, конечно, есть время, да, если люди могут себе это позволить, но я так полагаю, что здесь принципиально два подхода. Либо ты, ну, тогда нужно все это достаточно рано начинать, уже, так сказать, с самого начала учишься юным студентам, вот занимаешься. Ну, то есть, до того, как тебе исполнится 50 лет. Ну, да, сейчас бы я, наверное, уже не решился бы санскритом заняться, так сказать, с нуля. Так же, как я сейчас, немного бы чем хотел заняться, допустим, там, шумерским, акадскими языками, там, у моего друга Владимира Емельянова, или у его коллеги Гепхардозельца, да, в Вене как раз, или там еще какие-то японским языком и китайским. Я так все это немножечко, ну, шумерским так совсем не занимался, а вот и японским, китайским чуточку-чуточку занимался. И, конечно, я понял через какое-то время довольно быстро, что вот имеет смысл, ну, либо все остальное бросить, заниматься вот там только китайским, или только японским, ну, либо все-таки вот чем-то одним. Но я умудрялся заниматься очень интенсивно и санскритом, и тибетским языком, письменным, и устным, ну, и вот сейчас я, например, понимаю, у меня последние шесть лет тибетским практически так очень-очень так очень мало заглядывал. И занятия тибетским в положительном ключе отражаются на занятия с санскритом? Они как-то взаимосвязаны? Нет, они взаимосвязаны никоим образом не структурно, а только по предмету, потому что у нас в институте, ну, есть одна из специальностей, это тибетология, тибет-кунда, да, тибет-луки, и есть чисто, и есть, подон, тибетология, есть буддология, буддизм-кунда и тибет-кунда. То есть у нас можно специализироваться, помимо Индии, Индии классической, есть еще современная Индия, где у нас в Вене возможно изучать, ну, понятное дело, язык индии, и специализироваться также по Непалу, непальский язык у нас преподают. После того, как, не помню, сколько лет, 15 назад, наверное, да, вот пришел профессор Генцли, Мартин Генцли, да, вот он как раз специалист по Непалу, и он с собой привел ассистентку, она, ну, она непалка, да, кстати, очень хорошо санскрит знает, она из семьи брахманов, и говорит достаточно свободно на санскрите, такая, Алла Качудаль, и она преподает хинди, и непальский язык, ну, как нейтив, да, потом у нас немножечко вначале, такой, Ананда Маладас, он был, он вообще езуит, но он тамилец, да, его родной язык тамильский, он как-то вот с Вены он постоянно ездит, все эти годы, я у него прошел курс такой вводный тамильского языка, да, ну, вот тамилистике, мне очень, когда решался вопрос о занятии, вместо профессора по новым индейским языкам, то там был один кандидат именно с тамильским языком, мне вот как-то хотелось, чтобы был, у меня, поскольку я в 98-м году как раз путешествовал очень много по югу Индии, вот, об этом мы немножко говорили месяц назад, живая Индия, да, вот, и я там начал заниматься тамильским языком, и мне вообще дравидийские языки так очень понравились, своей инаковостью, я очень хотел заниматься, но, как таковой тамилистике, дравидистики у нас в Вене так и не получилось, специалистов не было, ну, и финансирование, и, соответственно, для дравидистики нужно было, куда ехать, в Гейдельберг, в Гейдельберг университет, вот, а у нас вот так вот и осталось, да, тибетология, ну, вместе с будологией, и санскрит, и поэтому я это к чему говорю, что, как бы, само это направление, ну, тибетский, он никак с санскритом не связан, помимо того, конечно, что сами традиционные тибетские грамматики, они изначально были по образцу санскритских грамматик написаны, вот, но сам предмет, да, буддийские произведения, буддийские тексты, которые мы читали, допустим, мы их часто на каких-то занятиях, тогда преподавали много, к сожалению, вот уже Хельмут Красса, тоже ушел несколько лет назад, умер, ученик Штайнкельнера, да, он был моложе его, ну, вот, он часто, вот, мы с ним часто читали, что мы читали, ну, в общем, многие разные вещи, Дармакирте, и, а, потом Хорст Лассич, тоже ученик Штайнкельнера, с ним там, допустим, Дармуттеру читали, и часто это было на тибетском, и на санскритском, мы параллельно читали, вот, на каких-то курсах, упражнениях мы читали, именно на двух языках, сравнивали, сравнивали разницу, да, смысловая, да, потому что иногда там тибетцы присочиняли какие-то свои особенности, да, творчески, подходя к переводу творчески, да, хотя в основном, получается, насколько я видел, достаточно, ну, точно передают, соответственно, используя некоторый арсенал, это такая, это немножечко, это немножечко такая легенда, да, и она касается, скажем, в основном, ну, вот, переводов самого канона, санскритского языка, но при всем при этом, допустим, Дигнага, который вот, он в основном там, я насколько, насколько я знаю, насколько я помню, там, и пока не нашли уже, опять же, наш Штайнкельнер, там, посредством долгих договоренностей, общения, там, с китайскими коллегами, не был допущен, там, в хранилище, в Алхасе, да, ну, и его коллеги, где нашлись, вдруг нашлись, огромное количество нашлось санскритских манускриптов, рукописей, которые были еще не украдены Рахулой Санкрит-Ягиной в свое время, и о существовании которых не было ничего известно, это все из, так сказать, из тех монастырей тибетских, которых китайские товарищи пограбили в 50-е годы, да, они все это, ну, много чего они сожгли, но, оказывается, они многое и оставили, то есть, они в грузовике это все покидали, и свезли, все это отвезли в Пекин, и все это хранилось под спудом в Пекине, пока вот не начали наших венских, так сказать, старших коллег, да, туда допускать, так очень осторожно, и при условии, что они там в публикациях будут в соавторы брать, ну, китайских каких-то тибетологов, ну, в общем, такое плодотворное очень сотрудничество, и я могу лишь только прославить дипломатическую осторожность нашего академика Штайнкельнера, вот, который за много, за много лет выставил эту систему взаимоотношений, и в частности, вот какие-то да то ли вообще тексты санскритские, рукописи санскритских произведений, которые считались давно утерянными, вот, они вновь были найдены, оригиналы, да, в свое время, в 30-е годы, там, в виде паломника, да, in disguise of a pilgrim, да, ну, авантюрист, такой, ну, на самом деле, да, очень ученый человек, Рахула Санкритьяина, да, который, вот, путешествовал по тибетским монастырям, но он там очень много с собой прихватил, рукописи, я так полагаю, что без спроса, и очень, это было очень здорово, потому что, потому что, потом грянула культурная революция, все это, вот, все эти сокровища, вообще, уничтожение, уничтоженные, вот они на, на долгие десятилетия пропали, ну, вот, и, да, и все-таки, вот, например, как в каноне, ну, я уже сам это очень давно читал, вернее, пытался читать, ну, так как переведен, например, Дигнага, да, именно, насколько вот мне старшие коллеги говорили, что он переведен, совершенно, там, невозможно понять, да, они знают хорошо и тибетский, и санскриты, вот они знают, имея только тибетский, так сказать, тибетский, оригинал тибетского перевода, скажем так, да, понять, там, разобраться очень трудно, да, поэтому, это я к тому, чтобы немножечко, вот это релятивировать, да, вот это представление о том, чтобы всем это было настолько точно переведено, да, оно... потому что те немецкие работы, которые я видел при сравнении, сопоставлении, значит, Аштанга Хардая Самхиты с Чуршидом, там прослеживалась мысль как раз о том, что, в общем-то, многое, достаточно четко, в общем-то, соответствует, то есть выстраивалось такое длинное объяснение, что чему соответствует, и то есть там не было мысли о том, что нельзя понять по тибетскому переводу. Некоторые тексты, некоторые произведения переведены очень плохо, ну, как бы сказать, я сейчас вот говорю без, вот, не со значением и как власть имеющий, как бы, ну, вот со слов своих коллег более осведомленных, да, хотя я, ну, приходилось мне много и тибетских текстов читать, и переводных, и, так сказать, уже средневековых тибетских, и вот, а потом то, что там сделали из Дхармакирти уже тибетцы, так сказать, как развили традицию, всякий может более подробно узнать, почитав монографию Дрейфуса Дхармакирти и его традиции, и его тибетские традиции, по-моему. Это тот самый Дрейфус, который написал совершенно чудесную книжку, которая читается как детектив, ой, где же она, вот где-то у меня на полках она стоит, она называется The Sound of Two Hands Clapping, звук от хлопка двух ладоней, здесь, конечно, обыгрывается, обыгрывается этот известный дзянский куан о хлопке одной ладонью, ну вот здесь два, что это за хлопки, это вот эти вот хлопки, вот эти вот ритуальные хлопки тибетских монахов, которые ведут философский диспут, потому что Джордж Дейфус, он сам, ну он сам швейцарец, вот он 20-летним швейцарским парнем, он поехал тогда, в 70-м году он оказался в Индии, там по протекции Далай-Ламы, тогда еще все это было, движение только начиналось, не было огромного количества европейцев, и его определили вот в холостический монастырь, там в разных монастырях, и он за 15 лет достиг степени тибетского гешел-харамба, то есть можно сказать, ну в школе генук по высшей степени, ученой степени, ну это примерно соответствует там вот у других, это в других традициях, сакя или кадю, значит, соответствует кемпо, кемпо там, да, ну то, что там можно на санскетике как пандита передать, что-то в этом роде, да, ну так вот, да, и дюши мы тоже занимались немножко, да, то, что называется в России джудши, ну по московскому, монгольскому произношению, да, хорошо, что хоть не по московскому, да, да, прощение, просто немножко уже устал, мы, один коллега закончил, как раз он докторат, я забыл, как его, как его имя, у профессора Матеса, но это было где-то уже вот в году в десятом, да, он, и по-моему, он диплом писал пандюши, и потом, я насколько знаю, докторат, и вот мы что-то, я на приватиссимом, с профессором Матесом, мы занимались как раз немножко тибетской медициной, ну, в смысле, вот тексты читали, да, какие-то избранные отрывки, и вот этот, к сожалению, вот у меня памятная имена плохая, вот этот коллега, он сказал, что, ну, и Матес тогда говорил, что все, все, исключительно все имеющиеся европейские периоды, они очень плохие, да, они полны ошибок, misunderstandings, да, вот неправильно понятых мест, и так далее, да, мы там всякие сложные места разбирали, обсуждали, это был, ну, как бы для, диссертантен коллоквиум, да, это был вот для приватиссимом, то, что называется, да, для людей, пишущих диссертации, ну, у нас могли, так сказать, продвинутые студенты в этом тоже участвовать, вот, что из этого дальше получилось, я просто не знаю, я как-то уже, уже довольно лет 6-7 за этим не следил, вот, но вот возвращаясь, да, да, это к тому, вот как тибетский связан с санскритом, то есть понятное дело, что как язык никак, но по предмету, да, у нас очень много, мы читали очень много на санскрите, приходилось читать буддийских текстов, и у, некоторых преподавателей, мы их читали на двух языках, или, допустим, вот смотрели, там читали санскритский текст, а что-то какие-то, какие-то варианты мы там смотрели, как вот тибетцы это понимали и переводили, потому что там тоже очень разные переводы и нюансы понимания очень разные, да, то есть у нас это тесно связано, да, и, кстати, чтобы так вот сказать, там джудши или на самом деле, ну, то есть, что значит на самом деле джудши, да, мы изучали тибетский изначально по его, ну, скажем так, вот, ну, не строго говоря алхасскому, вот совсем-совсем прямо алхасскому, а по центрально-тибетскому произношению, которое, как бы считается такой вот лингва франка, с таким стандартным произношением, хотя, конечно, тибетцы, вот сами реально, да, насколько я так успел с ними уже лично познакомиться и со всякими вот, ну, ламами, в смысле, с кемпо, с учеными ламами, они, сами они говорят, конечно, со своим региональным акцентом, даже если они, даже если они говорят, общаются, ну, вот на стандартном этом вот тибетском, да, который, в принципе, на основе, ну, условного, некого условного алхасского, почему условного, потому что, ну, носители настоящего, вот того, до китайского, да, до революционного алхасского, старого алхасского изгей практически не осталось, и сам язык там в Алхасе, ну, насколько мне рассказывали коллеги, которые туда постоянно ездят, этим занимаются, он претерпел огромные изменения, и, собственно, уже вот тибетские разговорные в Тибете, да, которые, ну, в автономном регионе, которые входят состав КНР, и, вот, в комьюнити, да, в общине тибетских беженцев в Индии или уже где-то в других местах, они уже очень сильно разошлись по своей лексике и даже по акценту, да, практически становятся как бы двумя разными языками. Ну, хорошо, об учебниках теперь снова, да, вот Дэйва Вани и Провещика, и вот по Дэйва Вани и Провещика у нас занятия шли до, дай бог памяти, может быть, наверное, где-то до шестого, если, или седьмого, наверное, года до шестого, да, 2006-го, а потом, потом был переход, совершился переход и перешли и вплоть до, нет, практически, может быть, сейчас тоже продолжается занятие по учебнику Киллингли, и вот по Киллингли мне приходилось уже преподавать, вот этот трехтомник Киллингли и уже вводный курс был не в течение года, да, не в течение двух семестров, а в течение трех семестров, он был рассчитан на три семестра, мне пришлось довольно близко познакомиться с самим автором, профессором Киллингли, и, собственно, это учебник совершенно другого типа, нежели такой более традиционный учебник Голдмена или совсем-совсем вот эти традиционные грамматики вроде Хонды или еще нам, конечно, в девяностые годы вот и поколение, допустим, вот то поколение Штайнкельнера и его старших учеников они изучали по Штенцеру. Штенцер, конечно, она такая хорошая грамматика. Но Штенцер это немецкая Кочергина. Ну, я бы не сказал, что Кочергина, все-таки я бы сказал, здесь более серьезно. А вопрос не в серьезности, и тот, и другой претерпел Штенцер больше 20 переизданий, а учебник Вера Александровна в этом смысле вот самый массовый учебник. Вот последнее издание учебника Веры Александровна получается, хотя оно и заявлено девятым по факту на самом деле оно вот это 15-го года, а вот это собственно вышло буквально значит недели две назад, значит это получается хоть и заявлено девятым, но по факту оно на самом деле чуть ли не двенадцатое издание, поэтому еще через 10 лет учебник Веры Александровны будет переиздан столько же раз сколько же учебник Штенцер Штенцер переиздан или 19 или уже может быть 20 раз 19 я знаю 19 было уже лет 15-го назад ну да совсем недавно да наверное что-то переиздали я знаю что то ли в 18 то ли в 19 Штенцер очень плохо переиздали в одном из последних я говорю 19 как раз хотел сказать 19 или 18 издание огромное количество опечаток Ульрих Штиль страшно ругался он писал 700 опечаток куда смотрят немцы ну вот как-то да ему в этом смысле вот этому переизданию не повезло но у меня такое основательное 14-е издание такое вот классик да но я не помню даже где я его купил наверное в антиквариате я думаю что Штенцер это купить это не проблема а вот да нет но сейчас они же все все есть на архиве все эти старые ну архив ну не будешь ты заниматься санскритом два года по какой-то книге на архиве это 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 все понятно но я я еще помню когда я только-только начинал между прочим по Бюллеру заниматься это 80-е годы я ходил в 89-м году на Литейный проспект в Петербурге на Литейном точно там была или может быть есть до сих пор филиал публичной библиотеки именно восточная восточная библиотека и как как там все там нужно было заранее заказывать там за неделю потом приходить там тебе давали только то есть ну где-то что-то вот выписывать конечно никаких там копировальных аппаратов ничего такого не было я это с ужасом так вспоминаю вот это был Бюллер да у нас ну вот чтобы вернуться туда договорить про Киллингли и вот мы Киллингли вот с тех пор вот наверное шестого шестого или седьмого года в Вене преподается по Киллингли исключением был лишь четырнадцатый пятнадцатый учебный год три семестра когда ныне покойный Хлодвиг Верба он должен был преподавать а он он отмел Киллингли и он преподавал по Бюллеру это был наверное единственный ну вот не знаю со времен Бюллера да наверное первый раз когда в Венском университете санскрит преподавался по Бюллеру вот и как мне рассказывали я на одном единственном занятии там то просто гостем говорю Хлодвигу можно я посижу у меня сейчас есть время давай садись вот и я потом со студентами разговаривал и они говорят что он там на каждое второе слово и каждый там вторую форму там он что-то поправляет то исправляет это он там огромное количество ошибок у него вот ну Хлодвиг как всегда был такой очень гипер гиперкритичным да вот это вот я помню ну потом после вот он в течение трех семестров там по-моему начиналось где-то 16-17 может быть человек и под конец я не знаю сколько человек 4 наверное 3 или 4 там дошло до конца курса я знаю что Хлодвига выдержать сохранив рассудок было иным из них из студентов очень трудно почему потому что он очень был строгий и огромное количество домашней работы задавал вот если так по-настоящему какой-то курс Хлодвига вербы он у нас в 2000-е годы он преподавал он был ответственным за все то что не было связано с чтением каких-то вот философских текстов то есть что он нам введение санскидский синтаксис преподавал я у него четыре разных введения в санскидский синтаксис прошел это четыре семестра разные годы всегда о чем-то разном он всегда обвинения в прокриты преподавал какие-то отдельные прокриты вот последний раз я был у него в 2015 году уже в общем-то работая на диссертации и мотаясь между Дрезденом и Веной я у него читал это был последний мой курс вообще с ним мы были двое я вот так сказать диссертант и еще один парень из штатов языковед который совершенно практически почти без акцента говорил по-немецки ну вот он он был так сказать вот гостем да и вот мы вдвоем и мы читали верба у нас провел введение в шаурасении да в один из ну важнейший можно сказать один из важнейших драматических прокритов и мы читали пассажи где шакунтала да вот шакунтала с девицами вот они общаются на шаурасении в шакунтале да в драме каледас и мы эти пассажи очень подробно разбирали а кое-где и исправляли изданный текст там нужно было да вот да потом все разные свербы проходили буддийский гибридный саскрит пали разные введения в ведейский язык упражнения и так далее ну вот а и вот мы это вот по по киллингли значит введение чем отличается киллингли я читал эту книгу но я не прорабатывал ее то есть чем он отличается он отличается тем его особенность в том что там множество однотипных ну то что называется language drills да вот однотипных упражнений скажем какой-то вот оборот и там каждый раз не вводит какой-то лавинообразный грамматический материал да это это так сказать это была была идея да и сам в общем-то сам киллингли доктор киллингли рассказывал почему он так вот концепировал выдумал так этот свой учебник потому что он со своей супругой она кажется из Индонезии была или вот откуда-то вот из тех краев ну я ее лично не знаю вот он где-то вот в Азии там вот вот в тех далеких азиатских восточно-азиатских краях он преподавал санскрит он сам британец северный откуда-то из северной Британии Англии да англичанин и вот они преподавали людям которые не имеют никакого представления обычно о европейской грамматической традиции то есть надо было срочно выдумывать какой-то способ вот как донести эти все санскритские категории до студентов азиатов и вот он придумал такой вот ну типа ассимиль метод французский такой да это тот метод который используется ну как бы вот для погружения в язык вот задумка была такая очень задумка хорошая но проблема этого учебника в том что так первый медленно-медленно так очень вальяжно так можно не знаю курить трубочку там в гамаке так вот лежать и вот изучать санскрит начать только со второго со второго тома вводится дева на горе в начале все да 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 но у нас дева на горе вообще мы с мескитой мы дева на горе только в самом-самом конце курса в самом конце вот первого семестра мы его только изучили там ну как изучили там за он нам сказал к следующему дню там выучить все следующей неделе выучить письменность дева на горе ну и типа что вот через две недели вы должны уметь на этом на дева на горе читать а все здесь упражнения тоже все ну да все латинице все латинице да и у Килинли тоже латинице и вот он медленно вводит в начале второго учебника дева на горе ну там громад вопреки Голдману который сразу термины и на дева на горе и на дева на горе и термины самое главное да вот эти для совершенно непонятно какая так сказать прагматика этого педагогическая ну ну зато вот когда мы уже начали заниматься конкретно по Анини там по Танджали всякие уже углубились уже так сказать в туземную да в индийскую грамматическую традицию все конечно помогло а в третьем курсе прошу прощения учебники да вот на третий учебник там прибери автор приберег все самое такое вот хардкор он в третьем учебнике там все там все эти перфекты особенно аористы и они все идут уже вот таким косяками косяками густыми и все все студенты очень от этого страдали потому что самое сложное это в третьем это практически сперва чересчур расслаблено а потом чересчур зажато получается да вот в этом в этом недостаток и я я преподавал всего лишь но я не будучи там PHD я имел право только какие-то практические упражнения то есть я имел право лекции полноценные поэтому я я так сказать ну по сути дела я читал конечно лекции ну называлось это упражнение да то есть я вел очень много упражнений они было мне это предоставлено то есть я был давал конечно упражнения вот отсюда а днем мог как бы сказать это вот я их проверял все очень строго да у меня там до сих пор есть моя толпа поклонников которые там подарили мне ручку с красными чернилами потому что они это все получили получали тогда в исправленном виде вот и там я это выставлял за это оценки как-то побаивались побаивались меня студенты помню но уважали но я требовал также и чего здесь не предусмотрено перевод на санскрит это вот ну ситуативных каких-то предложений для студентов ну в принципе я их конечно я так вот сейчас думаю я их конечно загружал да по возможности ну чтобы не расслаблялись это всегда хорошо потому что когда они мне начинали жаловаться я думаю что вот так много ну я так про себя а иногда я говорил ну вас же так особо сюда никто не тянул там за уши это же не школа там и математику там нужно сдать или даже какой-то вот там не знаю французский английский языки да санскрит ну вроде бы все пришли добровольно конечно очень большой большой процент отсева ну это всегда это всегда так было да и вот минус еще такой серьезный минус учебника Киллинли я вот говорю уже по опыту это тот факт что грамматика она вся она особенно в начале вот объяснение каких-то грамматических правил парадигмы она так вот рассеяна все да то есть чтобы это потом найти что-то конкретное и в общем их парадигм здесь не очень много они как-то вот они объясняются ну не знаю да нет есть конечно парадигмы но потом это все найти очень трудно я всем учебникам всем студентам советовал помимо Киллинга какой-то вот то что называется нахшлаг грамматик справочный да я обычно говорю штенцлер лучше всего я подсылал штенцлер потому что он такой небольшой по объему и очень так густо да интенсивно там все изложено ну вот у нас получается в таком духе собственно издан Кнауэр вот тоже такая хорошая немецкая выучка а у меня Кнауэр по-моему вот в одном в одной и той же книге с Бюллером если я не ошибаюсь тот Кнауэр с Миллером да Кнауэр с Миллером вместе с Бюллером да 90-го года издания да-да-да 90-х годов вот он где-то у меня здесь на полках тоже стоит да после издания этой книги я понял что тут в этот момент должен вмешаться я и так я смотреть равнодушно на то как у нас стали издавать книги я больше не могу после того как я взял руки как раз это издание Бюллера и Кнауэра ну вот вот и это это так сказать это так вот если очень вкратце вот обрисовать мы этот разговор продолжим сейчас у нас будет завершительная так сказать шлока в виде не шлоки вот но мы разговор про учебники начали но у меня остались вопросы да-да конечно и про все другие курсы и особенности вот как мы учебные программы как мы занимались подходы к переводу это будет уже после учебников то есть у нас нам и у нас есть еще о чем поговорить замечательно да хорошо тогда вот завершение да чтобы показать все-таки вот как себя чувствует студент продравшись все-таки победив так сказать своих вот свои страхования да монстров своих да воображения но иногда даже не воображение иногда все эти как бы сказать ну тексты кави да вообще любые тексты да я думаю что прошу прощения тоже в виде такой еще одной сносочки конечно все-таки у нас венская школа славится именно изучением философских и комментаторских текстов это особая это особая тема которая требует поскольку вот я знаю это мало где вообще мало кто умеет философские комментаторские так называемые шастические тексты вообще читать и для этого это то умение которое которым невозможно овладеть в одиночку да я последние годы говорю пишу где-то ну в соцсетях об этом не потому что это какая-то эзотерика а просто потому что это слишком сложно и в учебниках многих нюансов ну я думаю что мои ученики если они там меня слушают или услышат они знают о чем я говорю да то есть есть вещи о которых книгах не пишут есть очень много вещей которых просто невозможно в самых лучших учебнях передать ну вот Владимир Дружинин например может об этом да я думаю после шести лет нашей совместной так сказать нашего тесного общения еженедельного я думаю что он может подтвердить он теперь очень хорошо понимает что это такое да каким-то вещам невозможно обучиться по книгам это нужно в течение долгих лет проговаривать и это эти монстры они встречаются вот на эти языковые монстры да или монстры воображения да которых которых вызвал вызвал страх перед перед языком или перед предметом да потому что сами конечно шастры это очень сложные вещи да их нужно то есть там надо не просто как-то вот уметь читать разбирать да это не то что вот как опять же почему-то некоторые коллеги любят говорить что филологи вот они берутся и вот они переводят ничего не понимая в теме ну это плохие переводы выйдут вы извините меня но не понимая да не зная философской проблематики там допустим ну не понимая философии не а и вообще куда натур философии ну не следует браться за я имею ввиду за профессиональные переводы учебно учебными учебно с учебными целями этим может заниматься конечно каждый но верба он не он не любил философию он был так сказать он любил изящную литературу особенно то что касалось эротики да вот его это все очень ему это все нравилось да но так сказать нужно вот вот эти страхования да ужас студентов перед тем что сквозь что трудно продраться да невозможно вот я во втором в этом еще в одном стишке изобразил да в данном случае я говорю о композите да стихотворение эстрофа да написано станц написан в том же самом размере шардулов и кредита да прыжок или игра тигра один из таких излюбленных кавьей да размеров я лично может быть один из моих самых-самых любимых ну вот и вот о чем так сказать это это строфа после извлечения драгоценного самоцвета звукописи и смысла слов из глубин зубастой пасти левиафана ну я макара да чудовище морское перевожу как условно перевожу как левиафан можно конечно просто макара оставить но тогда надо пояснить где-то да сложного левиафана сложного слова композита после того как он в духе насладился его сиянием ощутив неземной восторг а также осмотрев тело этого чудовища чудовище этого композита поверженное в битве и одновременно можно понимать как подчиненное в процессе грамматического анализа в игре будучи настоящим истинным воином этот изучающий санскрит студент становится в результате всего этого подобным герою махабхараты попаляющему всех своих врагов такая вот строфа конечно оно во многом мой собственный не всегда самый сладкий опыт выражает и я уверяю что вот эти чудовища они они всегда возникают да уже сколько лет прошло так совсем они в санскрите не исчезают ну принимают другой облик ну вот о некоторой может быть желании в частности усложнение санскрита можно поговорить как раз в следующий раз на сегодня по-моему было сказано противником чего ярым противником чего я являюсь это о желании ну некоторых ну коллег или ну некоторых людей там сразу же там начать по воробьям палить из пушки там панини там панинирской традиции да это отдельная тема я то есть создание элитарности заведомо на корню и уничтожив любое желание продолжить занятия я честно говоря я не знаю те которые учатся может быть им это интересно и они в этом пользуются нет конечно мазохисты есть всегда весь вопрос в достаточном количестве мне кажется само изучение санскрита это дело для мазохистов санскрита в любом его виде и любыми методами это как бы это такой хардкор для самых таких вот отъявленных мазохистов отъявленных да потому что ну начинать там даже седанта калмуде там или прямо в испании нет мы поговорим о том что конечно это надо хотя бы разбираться в предмете вот так фундаментально то есть надо хотя бы ясли пройти перед тем как в вуз поступать ну вот с моей точки зрения ясли это обычный какой-либо из наших европейских учебников неважно как придется в этом смысле кстати Бюллер он тоже немножко для я бы сказал для мазохистов то есть вот я в 80-е годы еще нельзя все выговорить сегодня нас будет непременно еще раз как минимум про учебники я хочу всех подробностей хорошо во всяком случае вот я считаю конечно не так даже важно какими мы учебниками пользовались чтобы перед санскритом мне кажется чувство элитарности оно очень вредит не столь важно кто твой преподаватель не столь важно какой учебник важно какой преподаватель конечно должен быть знающий свое дело даже если он дуб дубом даже если он дуб дубом не знаю по-моему дело тут не в знаниях а если есть твой огонь то его и дуб не погасит а если огонь у тебя слабый тогда и верба его не разожжет то есть тогда то есть ну верба он с одной стороны разжигал с другой стороны был очень успешен в гашении этого огня именно своим подходом то что он очень был очень строгим преподавателем при этом очень доброжелательным человеком но таким взрывным но про вербу мы поговорим в другой раз и мы поговорим так же ну посмотрим да и так же важно вот вопрос мотивации да я считаю это мотивация отдельный разговор потому что я записал все темы просто чтобы мы ничего не забыли мотивация однозначно в процессе этих многих лет мотивация тоже менялась очень сильно менялась об этом я считаю это очень интересно то есть люди которые приходят якобы зачем-то духовным а оказывается что там ничего этого нету а есть другое может быть более интересное даже чем то ради чего они якобы изначально этим интересовались мы об этом поговорим да но они часто разочаровываются да и они считают что виноваты эти вот проклятые такие тупые бездуховные преподаватели бездуховные то есть непрактикующие так сказать скажем так непрактикующие да об этом это тоже важная тема я ее неоднократно как ты знаешь затрагивал да в каких-то своих жжешных и лицекнижных фейсбучных публикациях так сказать каких-то своих эссе ну потому что она мне кажется действительно важная да а критерии профпригодности санскритского преподавателя вот так сказать с точки зрения потребителя так сказать с точки зрения студента вот ты хочешь об этом сейчас поговорить не-не-не-не-не-не-не-не я хочу сказать что эта тема уже значит 12 эфира я тут выстроил темы уже до середины года собственно о критериях да о том какой какой должен быть преподаватель должен ли он быть какими-то обладать каким-то набором свойств вообще да вот просто можем это проблематизировать да что такое хороший преподаватель что такое плохой да насколько вообще в такой постановке вопроса насколько вообще уместно насколько он уместен да уместен ли а если да то почему уровни субъективизма вот этого вопроса это все вот мы можем проблематизировать Да, да, да. Олег, Эдгар, спасибо тебе огромное. По-моему, получилось насыщенно, но я, там стопка была толще, чем изначально то, что мы видели. Было еще несколько книг, которые не вошли. Там было, да, там... Или не показалось? Показал один учебник, но мы его никогда... Я много... Мы с него начнем, все. Это Дэшпанда, да? У меня, я просто могу рассказать, где по нему преподают и мой личный опыт с ним. Мы начнем в следующий раз Дэшпанда. Ну, хорошо, можно поговорить. Спасибо всем. Я буду встречать через месяц, значит, в этом формате и, надеюсь, через неделю совершенно в другом формате. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.